А сейчас рубрика «Гость в студии». В муниципалитете идет неделя трезвости и сегодня мы поговорим о проблемах алкоголизма. В нашей студии заведующий отделением медицинской профилактики Виновской районной клинической больницы Борис Даржаев. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько остро эта проблема стоит в нашем муниципалитете? Проблемы такие острые, да, и она всегда была острой, но я так замечаю, что это все связано с улучшением качества жизни в Ленинском городском округе. Как вы считаете, ну просто люди стали меньше пить? Люди стали лучше жить, и поэтому все же, если мы углубимся, то люди приходят к алкоголю из-за плохого образа жизни, уровня жизни. Что считается алкоголизмом, на самом деле, когда это уже становится болезнью, вот этот путь между одной рюмкой и до алкоголизма? Мы можем считать только тогда, когда человек постоянно употребляет алкоголь, даже в низких дозах. То есть, допустим, один бокал вина в течение нескольких месяцев, это уже можно считать алкоголизмом. То есть, не обязательно раз в месяц там напиваться и считать себя алкоголиком. То есть, бутует мнение, что понемножку каждый день, это ничего страшного, это совершенно не так, это прямой путь к алкоголизму. Конечно, да, да. Существует даже несколько степеней алкоголизма, среди которых вот легкая степень, она все же считается, она, как правило, характеризуется такими низкими потреблениями алкоголя в течение долгого времени. Вообще, какие болезни? Алкоголизм приводит к каким болезням? Чем он опасен? В первую очередь, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это инфаркты, инсульты, тромбозы различного генеза, различной этиологии. Среди всех заболеваний самыми на первом месте по летальности стоят вот как раз-таки сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят как раз-таки к смерти по статистике. Женский и мужской алкоголизм, есть ли различия? Я думаю, что лично я нет. Бытует мнение раньше, как в учебниках по психиатрии. Да, утверждалось, что, соответственно, намного хуже женский организм воспринимает. Но я лично только связываю это с просто-напросто физиологическим строением организма, потому что женщинам намного меньше нужно алкоголя. Все мы люди, иногда мы оказываемся за праздничным столом. Вот ваши советы, все-таки сколько можно употребить, что закусывать, чтобы нейтрализовать? В первую очередь, конечно же, не пить алкоголь на голодный желудок. Обязательно, конечно, закусывать. Ну, и, конечно же, употреблять в малых дозах. И ключевой вопрос, да, что такое малые дозы? Малые дозы? Ну, желательно не более двух бокалов вина, допустим, за праздничным столом. То есть это, ну, по правилам это два бокала вина или одна рюмка водки. Это рекомендованные дозы. Спасибо большое за разговор, за вопросы и ответы. А я напомню, что в нашей студии был заведующий отделением медицинской профилактики Витновской районной клинической больницы Борис Дорджиев.